Тот, который слушает худбу, должен ли делать салават на пророка, когда упоминается пророк салаватом? Нет, это не тот вопрос, о котором мы говорили, так? Значит, разбираем этот вопрос. Салават надо делать на пророка салаватом или нет? Если хатыб говорит, то ты должен говорить салаватом или ты должен молчать? В этом вопросе два мнения. Первое мнение, что человек должен делать салават на пророка салаватом, про себя, имеется в виду шепотом, негромко. И это мазад имама Малик, а также Ахмада, Исхака, Абу Юсуфа, и в довод они привели хадис. Жадный это тот, около которого меня упомянули, и он не сделал за меня салават. Говорит шейх Мам Тизан, этот хадис приводит имама тюрьмы, и также Анасай, и также Ахмад, со слов Аль-Хусейна Ибн Али. Но в его яснаде Абдулла Ибн Али Ибн Хусейн Ибн Али Аль-Хашимий от него передают четверо, и назвал его сильным Ибн Хиббан, а также Ибн Хальфун. Поэтому говорит, халабас литахсин хадиси, нет ничего страшного, если назвать его хадисы хорошими. То есть Ибн Хиббан известен своим похлоплением в этом вопросе, но его назвал крепким также Ибн Хальфун. И к тому же от него передают сразу четыре передачи, поэтому, говорит, можно сказать, что от него передавать хадисы, видишь, можно, и можно назвать их хорошими. И хадис, а также хадис, да будет опозорен человек, около которого я был, что упомянут, и он не сделал за меня салават. Говорит шейх Манхизам, этот хадис приводит имама Тирминов, Бога Абу-Реры, хорошими снадом. И этот хадис помещен в Слигу Саил-Мусна, шейха Мухбиля. Салю, приветствую первое мнение, сказали. Общий приказ молчать, общий приказ молчать, связывается этими доводами. То есть общий приказ, из него исключение, салават на пророка, салава, алей-салям, можно произносить. Это не противоречит, говорит, молчание нам. Салю сказали, вот, ахсыз, умума хадиса, наи, анил-калям, ау-ля. Они сказали, лучше конкретизировать общие запреты на молчание, общие запреты на разговор, чем конкретизировать хадисы о приказе на салават, на пророка, салава, алей-салям, потому что первая общность слабая. Как понять? Смотри. Не разговаривайте во время худга. Это общий довод или нет? Общий. Дальше. Когда произнесли мое имя у кого-то, должен сделать салават. Это общий приказ или не общий? Какой-то из них необходимо конкретизировать. Так или нет? Потому что одно противоречит другому во время худбы. Во время худбы, по идее, это должно молчать, но с другой стороны, есть хадисы, что должен делать салават. Оба являются общими. Сörperянцы первого мнения говорят, конкретизировать первую общность лучше, чем конкретизировать вторую общность. То есть лучше сказать, что из запрета на молчание есть исключение. Так? И можно произносить салават. Чем сказать, что из приказа на салават есть исключение, и во время худбы его не надо делать. Почему? Потому что, говорит, первая общность является слабой заранее, она уже конкретизирована несколькими моментами. Говорит, как, например, в хадисах, когда люди разговаривали с пророком во время худбы. Это уже говорит о том, что общность запрета на разговоры во время худбы является слабой, уже она разрушена, конкретизирована, так или нет? Говорит, как, например, тот же намаз, ты приходишь мечеть, делает имам уже худбу. Ты намаз читаешь или нет? Во время намаза слова произойдешь, разговариваешь, так или нет? Говорит, видишь, тоже является как бы уже конкретизацией. А также есть исключения на обязательные слова. Как, например, если ты видишь, идет слабой человек, и если ты ему не скажешь ничего, упадет в яму. Даже во время худбы ты должен его предупредить? Должен сказать, что остановись. Если пойдешь вперед, упадешь, так или нет? То есть это? Разрешено говорить во время худбы такие слова или нет? Разрешено. Так как это калям какой? Вазик, обязательный калям. Говорит, аутанби альгафил анбабил галам он ахазаль. Или предупредить человека, который находится в забвении, что к нему подползают некоторые, что какие ядовитые животные, как змея или торпион и тому подобное. И второе мнение в этом вопросе, что необходимо молчать. Мне не нужно делать салават за пророка салаватом. И это мнение выбрал Суфьяна Саури. А та же Абу Ханифа, а та же Мухаммад, то есть ученик Абу Ханифа. Та же Лейс и Малик в одном из ребятах с него, имама Шафии. И в довод они использовали общие хадисы запрета на разговор. Это мнение выбрал Шейх Мухбиль. Первое мнение является более близким к истине. Из-за тех доводов, которые приводились во время разбора первого мнения. И это мнение выбрал Шейх Ибн Бас. Произносить после чихания то же самое, что произносить салават на пророка. Это имеет в виду что? Ты сам произносишь. Но если рядом с тобой кто-то чихнул, сказал Аль-Хамду-Лля, то ты не должен ему говорить Аль-Хамду-Каллах. Понятно или нет? То есть этот цикл должен молчать. То есть человек скажет Аль-Хамду-Лля, то он чихнет, то он должен говорить Аль-Хамду-Лля, исходя из тех доводов, которые были приведены в Вишню.